Действительность приобщает школьников к изучению новых технологий. А секрет успеха прежний – это желание учиться и трудоспособность. Правда, уроки становятся продуктивнее, когда их ведет внимательный педагог. Робототехника везде нас преследует. И, в принципе, наша сейчас задача чуть-чуть к ней приблизиться и постараться познать, каково же это. В сельской школе номер 22 необычным предметом стала технология. Первый год здесь учится Илона Четырина. Переехала из соседнего Томилина. С этого года мне очень понравилась наша технология, потому что появился новый кабинет «Точка роста». В нем есть компьютеры, разные конструкторы. Для развития, мне кажется, очень продвинутая. Дроны, робототехника – чего тут только нет. Однако не за одну точку роста ребята полюбили технологию. Дружеский настрой, оптимизм и доверие. Такая атмосфера царит на уроках. В будущем Лера Белова хочет стать педиатром или авиадиспетчером. Перспективы девочка видит в глубоком изучении технологий, связанных с этими профессиями. Максим Сергеевич очень хороший учитель. Он понятно объясняет. У него есть такое чувство юмора, но оно не заходит слишком далеко. Например, какие-то шутки могут быть на уроке, но они не такие, чтобы прям веселый такой распущенный урок был. Иначе характеризовала учителя одноклассница Леры – Соня Воронина. Не торопится и никогда не злится на нас. А если у нас что-то не получается, то он нам еще раз объясняет. И мы пробуем еще раз, и у нас получается. Технология – не единственный предмет, который ведет в школе Максим Зубов. Есть еще два – история и общество знания. Всего пару лет назад этот учитель окончил исторический факультет в 2018-м. Стал магистром истории и краеведения. Предметом технологии я начал заниматься только с этого года. В принципе, тут выбор-то очень просто. Здесь я по возрасту самый такой молодой. Такое поколение называют поколением Z, с кнопкой на пальце, которая с технологиями очень быстро адаптируется. Небольшой обучающий курс во Владимире, и Максим Сергеевич приступил к практике на базе школы в Токарево. Своё призвание педагог почувствовал не сразу. Собирался заняться правом. Решающей стала работа в детском лагере. В лагере я понял, что это моё. Ну вот я хочу. А последующая практика в школе, ну она просто подтвердила моё убеждение, что вот я в этом нуждаюсь, мне это нужно. Я хочу учить. Школа не ограничивает занятий. Учеба продолжается и вне уроков. Если мы говорим про Илона Маска, то, например, у него в технологиях это те же самые робототехника. Те же самые, да, ну, монощупы или как их обозвать, которые, в принципе, в автоматическом режиме собирают то его машину Тесла, то его, да, космические корабли. Искренность, открытость и умение построить с ребёнком диалог – такими качествами обладают настоящие учителя. Дети улавливают всё и в Токарёве об этом не забывают. Анна Трояна, Анастасия Юшкевич и Александр Моисеев, телеканал ЛРТ.